Жителям Чувашии, написавшим тотальный диктант, на пять вручились сертификаты отличников. Среди них есть те, кто получает такие подарки не в первый раз. Также организаторы акции подробно разобрали самые распространенные ошибки этого года. В регионах они одни и те же. Многие чуваксарцы ломали головы, как пишутся слова «полисадник», «строганный» и «чересчур». Точное количество написавших тотальный диктант в ЧГУ, к сожалению, назвать не смогли. Кто-то сразу забрал свои работы, кто-то дописал не до конца. Кроме того, одна из работ была написана на болгарском языке, и поэтому ее не могли засчитать. Тем не менее, учтенных работ в Чебоксарах и Новочебоксарске оказалось 711. Это примерно на 100 больше, чем в прошлом году. Ночью, днем, с лупой, в очках, без очков, сидели трое суток, проверяли, почти трое суток, проверяли ваши замечательные работы. И мы старались. 32 человека написали тотальный диктант на 5. 11 человек повторили свой прошлогодний результат. Наш процент отличников, мы гордимся этим, гордимся нашими участниками, в целом больше, чем среднероссийский процент. Вот прям совсем больше. Он был настолько больше, что даже часть наших работ Новосибирск перепроверял. К чести нашей экспертной комиссии, к чести наших участников все работы были утверждены. Четырежды отличницей стала жительница Чебоксар Татьяна Синицкая. Она писала диктант в шестой раз, а вот ее дочь Анастасия в третий. В этом году она тоже получила сертификат отличницы. У нас радость, конечно, потому что я помню, как Настя писала первый раз, у нее была четверка, у меня была пятерка. Я ее четверке радовалась больше, чем в своей оценке, потому что, ну что не тройка, мне это было очень приятно. Тотальный диктант – это очень крутая вещь, это русский язык по гамбургскому счету. Это не школьный диктант с его однозначностью написания, здесь допустимы варианты, особенно в пунктуации, но вместе с тем здесь очень сложные вещи. В плане орфографии не было особых трудностей в этом году, были пары сложноватых слов, но вполне понятно, как писать, мне показалось. С пунктуацией было несколько запарно, но более-менее. Чебоксары входят в десятку городов страны, где в тотальном диктанте участвуют гости из стран ближнего и дальнего зарубежья. Для них придумали специальные тесты. Из 140 иностранных участников 19 показали отличные результаты. Организаторы акции уверены, это повод для гордости. Она и патриотическая, она и научная, она и просто выражает определенную через язык любовь к своей родине. Поэтому у этой акции очень большое будущее, и тот факт, что активно участвуют студенты из зарубежья, это просто, наверное, многие просто могут гордиться таким подходом, таким участием. На встрече с отличниками разобрали самые распространенные ошибки. Например, неправильное написание фразы «остро заточенный». Для жителей Чувашии трудным оказалось слово «молельный». Также многие ошибались в написании слов «палисадник», «струганный», «чересчур». И, конечно, много вопросов возникало с расставлением знаков припинания. Организаторы акции «Тотальный диктант» в Чувашии говорят, что в будущем году при подготовке стоит уделить внимание такому знаку, как «точка с запятой» и поупражняться в выделении прямой речи. Ирина Ромадова, Семен Антонов, Вести Чебоксары.